Зона пробуждения Радио и медиа для укрепления человека в 21 веке и после него. Я хотела бы привлечь ваше внимание на несколько минут к нашему последнему шоу и к тем вопросам, которые мы исследовали месяц назад. Мы говорили об окружающей среде, о нашем месте в этом мире, и мы говорили о том, почему мы называем эти решения решениями для маленькой планеты, потому что мы, человечество, имеем коллективные ответы на все вопросы, у нас есть решения для наших проблем. Хорошо было бы назвать наше шоу программой ответов, ведь у нас больше ответов, чем вопросов, но мы, будучи людьми, концентрируемся на наших проблемах. Я хотела бы предложить вам, для того, чтобы открыть, найти больше решений для наших каждодневных проблем, нужно думать не только о том, что не так с этим миром, что не так, почему возникают проблемы, ведь это так легко увидеть, давайте начинать день и нашу программу с того, что правильно в мире, что правильно в нас, что правильно в жизни, которую мы проживаем, которую мы проживали, которую мы создаем, и которую мы продолжаем развертывать. Ведь можно найти решения и ответы для всего, что происходит. Конечно, все проблемы в мире очевидны, мы видим их в газетах, мы их видим на телевидении, мы их видим в наших семьях, но один из следующих путей поиска решений заключается в концентрации на тех вещах, которые правильны в этом мире. Если вы посмотрите на собственную жизнь, вы найдете в ней правильные вещи. Я предлагаю начать с этого сегодня. Итак, если вам это по нраву, а мне это по нраву сегодня, сделайте список, небольшой список тех вещей в вашей жизни, которые работают, тех вещей, по поводу которых вы чувствуете себя хорошо, вещей, с которыми вы можете справиться, вещей, на которые находятся ответы в процессе самой жизни. Составьте список тех вещей, которые хорошо работают. Для кого-то он может быть коротким, для кого-то этот список может быть длинным, а у кого-то он будет среднего размера. Но, тем не менее, давайте сконцентрируемся на этом, чуть побольше, прочувствуем это. И если мы сможем посмотреть на эти области жизни и спросить тебя, почему в этой области все работает лучше, чем в другой, если мы начнем искать это внутри себя, то мы сможем применять эти мысли или созидательные понятия, или помощь из Вселенной и в других областях жизни. И вы увидите, что это хорошо работает в некоторых областях, немного хуже в других, и вы найдете для себя ключ к тому, что происходит в вас и в мире. В качестве общей темы для сегодняшней беседы мы выберем вопрос, что же правильно в том мире, в котором мы живем. И я чуть позже попрошу Гаю поговорить с нами по связанным с этим вопросом, и вы также сможете чуть позже поговорить с Гайей. Вы можете звонить в нашу программу. Пожалуйста, делайте это. А через несколько минут я представлю вам нашего сегодняшнего гостя, и вы также сможете задать ему несколько вопросов. Однако перед этим я хотел бы вновь вернуться к нашей прошлой передаче. Те, кто слушал, наверное, помнят, что я задавала различные вопросы, и мы играли в такую игру. Я люблю игры, опросы, я люблю исследовать различные неожиданные области. Я буду делать это и в будущих программах. В прошлой программе я спрашивал следующее. Представьте, что нам больше не нужно использовать автомобили. Что мы будем делать со всеми этими автомобилями? Представьте, у нас другое топливо, другой вид транспорта, нам больше не нужно ископаемое топливо. Что мы будем делать с миллионами машин по всему миру? Итак, мой вопрос заключался в том, какое более созидательное решение вы можете предложить. Я просила вас писать мне по электронной почте. Я получила очень-очень много ответов. Я благодарю вас за участие. Ответы были весьма разнообразными. И самым распространенным ответом было предложение сделать из этих автомобилей дома для бездомных. Это говорит нам то, что мы уже знаем. В мире очень большая проблема существует с бездомными, и все озабочены этой проблемой. Многие думают, как же помочь людям, которые не могут позволить себе жить в своих домах. И весьма интересно то, что, хотя мы говорили об автомобилях, все равно самым популярным ответом стало жилье для бездомных. Вторым по популярности ответом стало предложение сделать из них теплицы, то есть вставить в них окна, сделать так, чтобы они могли отражать свет, и сделать из них теплицы для врачей и растений. И у нас были также и другие ответы. Например, пара человек ответила, что нужно оставить их пришельцам, и посмотрим, что пришельцы могут с ними сделать. И были и другие ответы, что нужно запустить все это в космос. Также некоторые говорили, что нужно распылить их на мельчайшие частицы и разделить на разные материалы. И я выбрала с помощью Гайи. Я выбрала победителя. И я напишу ей после этой передачи. Ее зовут Мари, она живет в Ванкувере. И ее ответ был самым подробным, самым детальным. Она предлагала несколько разных вариантов. И самым созидательным из них, как мне кажется, было предложение следующего содержания. Мы знаем, что круговорот огня в мире весьма активен. Мы знаем, что вулканы постоянно извергаются, и можно иногда предсказывать их извержение. И можно очень быстро растопить в раскаленном потоке лавы эти автомобили, чтобы они разложились на элементарные частицы и просто исчезли. Это был один из ответов, который содержался в этом письме. И за то подробное описание, которое было предложено в этом письме, я даю первый приз. Приз представляет собой комплект записей Гайи, 21 век и после него. И в сегодняшней передаче у нас будет новая игра, новый вопрос от Гайи. Я оглашу его позже. И в рамках ченнелинга Гайя также представит свои ответы на этот вопрос. Я думаю, будет весьма занимательно послушать то, как Гайя разворачивает эту тему для нас. Гайя расскажет об этом чуть позже в нашей программе. А сейчас я хочу вам представить нашего специального гостя. Все складывается таким совершенным образом, что он пришел в нашу передачу. Это Ричард Эрнест. Я представлю его вам сегодня. Он не думает, что мы сможем полностью избавиться от автомобилей, но тем не менее у него очень созидательный, очень практичный подход ко всем проблемам, с которыми сталкивается мир. И у него также есть несколько предложений по поводу того, как снизить зависимость от ископаемого топлива. Наш гость ведет очень активную работу по отысканию новых ресурсов. Ричарда Эрнеста я знаю много лет. Он мой хороший знакомый, мой друг. Я хотел бы рассказать вам о нем немного. Он не просто имеющий множество наград пилот-истребителя, он еще был мэром города Далмор в Калифорнии. И он автор множества проектов, которые он успешно завершил, дав миру новые практические идеи. Его последний проект называется ГРИИ, система управления энергией. Я назову его веб-сайт чуть позже. И цель проекта ГРИИ заключается в разработке аккумуляторов, которые максимально используют энергию, которые позволяют продуцировать энергию для средств передвижения и тем самым снизить зависимость от ископаемых видов топлива. Итак, я приветствую Ричарда в нашем шоу. Привет, Ричард. Привет, Пеппер. Здорово быть здесь сегодня. Я хотела бы вспомнить то время, когда вы начали рассказывать мне о вашем проекте, и я была восхищена. И позвольте мне еще раз упомянуть, что у вас восхитительный и послужной список и опыт. Вы один из тех людей, которые постоянно открывают себя вновь и вновь, изобретают себя, достигают чего-то значительного в жизни и всегда смотрят вперед, всегда смотрят на то, как мы относимся к Земле и друг к другу. И я также заметила, что вы очень устойчивый человек и тщательный человек, заботящийся об окружающей среде, поэтому я не удивлена, что вы занимаетесь именно этим проектом. Итак, добро пожаловать. Спасибо, Пеппер. Вы знаете, вот это постоянное изобретение себя вновь, я думаю, этот процесс касается всех нас. Мы как бы освежаем наши мысли, освежаем наши представления. И вы уже говорили об этом в ваших предыдущих словах. И вы знаете, что касается автомобилей и тех решений, которые были предложены, вот это неординарное мышление, это прекрасно, оно позволяет преодолеть те проблемы, которые казались непреодолимыми, и мы можем найти ответы на любые вопросы. Да, и ведь я ничего не говорил вам до передачи об этой игре и об этих вопросах. Да, 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 но это тем не менее прекрасно. А что бы вы ответили, если бы я прямо сейчас задала вам этот вопрос? Да, вы знаете, это достаточно неожиданно. Да, извините. Ну, вы знаете, я немного думал о том, что происходит, и мне понравился ответ победителя вашей викторины. Мы, может быть, и не можем сейчас точно предсказывать вулканы и их извержения, хотя, я надеюсь, будут улучшения, но, тем не менее, массовая рециркуляция того, что у нас есть, и повторное использование — это выход, это очень, очень хороший комплексный ответ. Я думаю, все мы, потребляя ресурсы нашей планеты, должны думать о том, «А что мы оставляем после себя?» «Есть ли другие методы использования, повторного использования рециркуляции?» Мы не должны просто использовать ресурсы планеты, мы должны их использовать повторно, вновь и вновь. И мы должны более осознанно к этому подходить. И я думаю, что рециркуляция — это важная часть ответа на такие вопросы. Очень хорошо. Расскажите мне теперь о проекте ГРИ. Как вы пришли к этой идее, к этому проекту, как он развивался? Мы исходили из того, что мы должны сократить нашу зависимость от ископаемых видов топлива. Может быть, мы не можем искоренить ее полностью. Я не готов, например, сделать такое заявление или сделать такой шаг, но я готов делать все, что могу и все, что мы можем для этой цели. И мы поняли, что сейчас все больше и больше людей, которые хотят передвигаться из одного места в другое, медленнее, спокойнее и безопаснее. Это особенно заметно в более теплых регионах, например, у нас, в Южной Калифорнии. И все больше представителей старшего поколения уже не хотят двигаться на скоростных машинах, но им нужно постоянно передвигаться, там, допустим, в магазин, к доктору, по своему району. Может быть, с меньшей скоростью, но более надежно. И электричество здесь наилучший выход. Однако есть и риск. Что, если кончится топливо? То есть в нашем случае, что, если разрядятся батареи? Мы поняли, что все это явление, касающееся литиевых аккумуляторов, которые уже устанавливаются в мобильные телефоны, в ноутбуке, мы обнаружили, что это очень-очень эффективный источник энергии, но, тем не менее, он может быть иногда и непредсказуемым. И мы решили максимизировать производительность таких батарей на фоновом уровне, чтобы потребитель не задумывался о том, как это работает, а просто делал свои дела. А вот эти литийовые аккумуляторные батареи, они подлежат рециркуляции? Да, есть большая организация в Лос-Анджелесе, которая принимает эти аккумуляторы и перерабатывает их. Вы знаете, литий — это редкоземельный металл, это самый легкий металл, и его нелегко найти, он не везде располагается. Поэтому очень важно его повторно использовать. Я не слишком много знаю о литии. Можно его найти в других местах, например, на Луне или на других планетах? Какой хороший вопрос. Я не знаю на него ответа. На нашей планете есть места, где распространен литий. Это Китай, Австралия. Мне кажется, есть хорошие источники в Боливии, и предполагается, что есть месторождение в Афганистане, но я не знаю про другие планеты. И вы думаете, что литий в качестве источника энергии может стать настолько важным, что он может изменить экономический баланс и экономическую структуру мира и отдельных стран? Я думаю, что можно пройти немножко с другой стороны к этому вопросу, Пеппа. Я думаю, что нам сейчас нужно беспокоиться о том, что мы в США зависим в основном от заграничной нефти. И мы не хотим просто изменить зависимость и зависеть от заграничного лития. Мы должны найти другие способы работы с теми странами, в которых есть этот ресурс, чтобы мы могли на общее благо обмениваться ценностями, то есть обменивать деньги на материалы. И я думаю, что мы можем гораздо лучше это сделать, чем мы сейчас делаем в отношении нефти. И еще один вопрос. Я примерно представляю, в каком состоянии находился проект, когда мы впервые говорили о нем, и в каком направлении он идет сейчас. Мы учитываем технологию, которая работает в этой энергетической системе, и мы также учитываем возможность электронной коммуникации с использованием всех средств, всех приборов, которые есть у нас сейчас. То есть мы прорабатываем удаленную связь, чтобы можно было управлять пятью сотнями или тысячей таких маленьких литийных ячеек. Представим, что в один день вам нужно перевезти 3000 фунтов на 110 миль. В другой день вам нужно перевозить людей по городу с остановками, разгонами, остановками, разгонами весь день. И в разных ситуациях система должна вести себя по-разному. То есть циклы зарядки и разрядки различаются в этих случаях. И мы добиваемся того, чтобы, подойдя к своему компьютеру, вы могли удаленно менять характеристики вашей машины, чтобы вы могли использовать одно и то же транспортное средство для различных целей. И вы сможете сделать это удаленно, и вы можете отслеживать уровень заряда, когда остановится батарея, где находится автомобиль. Все эти вещи должны быть инкорпорированы в этот продукт. И еще одно соображение, оно касается рынка хранения энергии. Что я имею в виду? У нас есть ветровые или солнечные электростанции, которые распространяются все больше и больше, но они используются по принципу «пользуйся или потеряешь». Однако можно и сохранить солнечную, например, энергию, даже когда темно. Но нужен метод хранения энергии, который позволяет использовать ее, например, в темное время. И литиевые батареи — это идеальное хранилище для такого использования энергии. И мы работаем в этом направлении. Мне это очень нравится. Вы знаете, есть еще один вопрос. Почему вы двигаетесь именно в этом направлении, в направлении электромобилей, литиевых батарей, ведь у них небольшой пробег, у них небольшой заряд. А ведь это может быть особенно важно у нас здесь, в Соединенных Штатах. Как вы ответите на этот вопрос? У меня есть ответ на этот вопрос. Как вы уже сказали ранее, у меня большой опыт, и я становлюсь старше и старше, и мой возраст говорит мне, я уже видел такой сценарий, особенно в начале развития компьютерной промышленности. Может быть, мы сейчас не можем достичь нужной производительности электромобилей, но мы мечтаем об этом. Может быть, батареи еще недостаточно выносливы и вместительны, но мы стремимся к этому. И если мы будем придерживаться этого направления и верить в него, если мы будем верить, что мы сможем снизить зависимость от ископаемого топлива, то ответы появятся. Может быть, завтра, на следующей неделе или в следующем году, я не знаю, но они обязательно появятся, если мы будем к этому стремиться. Мне нравится это. Знаете, один из ответов, которые я получила от Гаи, гласит, мы движемся к более светлому аспекту себя и Земли. Мы движемся из бронзового века, из железного века. Сейчас у нас век технологии. Все становится меньше, светлее и быстрее, словно производная самого света. Но нам не обязательно нужны вот эти тяжелые металлы, тяжелые машины, вокруг нас тяжелые виды топлива, ведь топливо может быть также значительно быстрее и значительно легче. Я думаю, Гайя права, и я приведу вам пример. Во всех батареях используются химические реакции для создания электрического тока. Химическая реакция, которая используется сейчас, это реакция с использованием фосфата железа и лития. То есть в литиевой батарее используется фосфат железа. Но в некоторых странах сейчас разрабатываются так называемые литиево-воздушные батареи. В них используется кислород из воздуха вместо металла. То есть эта батарея будет легче, и это будет легче, чем какой-либо другой источник энергии на Земле. Поэтому я думаю, что Гайя с ее подходом на основе легкости права. У нас есть вопрос к вам из чата. Он касается редких, точнее, редкоземельных металлов. И если у Китая есть определенная роль на этом рынке, каким образом это отразится на вашем проекте и на таких проектах, как ваш? Очень-очень хороший вопрос. Сейчас у Китая, мне кажется, третий по величине залежи лития. И насколько мы знаем, Китай и правительство Китая сейчас рассматривают вопрос о том, какое количество редкоземельных металлов они могут экспортировать в другие страны. Руководствуются они политическими или экономическими мотивами, я не знаю, но нам нужно планировать заблаговременно и убедиться, и гарантировать, что у нас не будет дефицита, и в какой-то момент китайцы не скажут нам, извините, мы удваиваем цену, или извините, мы прекращаем экспорт. И это заставляет нас заранее думать о том, каким образом мы работаем с другими странами. Ведь наша планета становится меньше, мы все больше и больше становимся зависимыми друг от друга, и мы должны думать о других, и о том, что мы должны делиться друг с другом. Это немного напоминает ситуацию с зависимостью от нефти с Ближнего Востока. Не будем ли мы так же зависеть от лития из Китая? Я думаю, это правильный вопрос. Но, вы знаете, есть одна простая задача, которая может проиллюстрировать эту ситуацию. В одном районе есть один сосед, у которого есть кусок сахара, нужный другому соседу, а у другого соседа есть чашка кофе, которая нужна первому соседу. То есть они могут поделиться, они могут обменяться. Так и между странами. Например, у нас есть технологии, которых нет у Китая. Я использую Китай только в качестве примера. А у этой страны есть материалы, которых нет у нас. И таким образом, если мы обменяемся технологиями и материалами, то выиграют все. Ну да, я думаю, что нужно делиться, нужна общность, хотя бы из простых соображений необходимости. в начале, когда ресурсы начинают видеть немного когда ресурсы, как представляется, становятся немного дефицитными. И нужно исходить из того, что у нас есть и что нам нужно. Есть у нас сахар, кусок хлеба, стакан воды. Мы можем этим обмениваться, и мы можем стать хорошими торговыми партнерами. Да, и есть еще один аспект. Нужно думать об этом заблаговременно, потому что будет сложно установить конструктивные отношения, когда вам остро нужно что-то, какой-то материал или какая-то технология. И нужно заранее думать о том, что все нам нужно и что все мы имеем. Мне нравится этот ответ. И еще один вопрос из нашего чата. Литий, не является ли он для Земли вреднее, чем нефть? Я не знаю, как это сформулировать. Позвольте, я изложу так. Использование электромобилей на основе литиевых батарей не так опасно, как использование свинцово-кислотных аккумуляторов, которые сейчас используются в автомобилях. литий не вреднее, чем ископаемые виды топлива для Земли. Является ли он совершенным видом топлива? Пока нет. Но, тем не менее, с экологической точки зрения он намного безопаснее. Хорошо. Каким образом добывают литий из Земли? литий в сущности, литий появляется в форме соли, и он находится в солевых отложениях, в различных водных районах. Например, в соленой морской воде у побережья Калифорнии достаточно много литий. Однако процесс добычи достаточно долговременный, потому что его нужно еще и высушивать. То есть, когда эту соль извлекли из воды, ее нужно высушивать где-то полтора года. То есть, это очень долгий процесс, и он завязан больше не на извлечение из земли, а на высушивание на поверхности. Насколько я знаю, есть еще и другие проекты, связанные с транспортом и с энергетикой для транспорта. Есть, например, различные программы и решения, предусматривающие работу на водорослях, на различных растворах, и есть другие возможности. Мне интересно, что вы думаете о таких возможностях? Знаете, я видел такие варианты. Многие мои хорошие друзья работают в этой области. Они, в частности, занимаются переработкой мусора и отходов, таких, например, как банановые листья или тростниковый жмых. Они перерабатывают их в чистое биотопливо. топлива. И там делается огромная работа. Они пока не настолько эффективны, эти виды топлива, но тем не менее работа идет. И можно себе представить, что мы можем использовать все эти отходы, ненужные для того, чтобы вырабатывать чистую энергию. Я восхищен этими проектами. Да, и кроме того, отходы ведь порождают образование газов, таких как метан, с которыми мы пока не можем справиться. И я думаю, что мы также можем задать эти вопросы Гае, и она чуть позже ответит нам по поводу чистых видов энергии, которые мы используем или которые мы можем использовать в будущем. Сейчас я хотела бы вновь напомнить всем, что мы говорим с Ричардом Эрнестом, моим специальным гостем в сегодняшней программе. Мы говорим о системах управления энергией, новых методах использования литий-ионных аккумуляторов, улучшения снабжения энергии автомобилей, о пассивных системах, мобильных системах, о маленьких автомобилях и о новых методах перенаправления нашей энергии. Если вы хотите также поговорить с Ричардом, вы можете позвонить по телефону 714-364-4355. Еще раз, 714-364-4355. Чуть позже я дам вам его контактную информацию, чтобы вы могли более подробно узнать о его системе управления энергией ГРИ. и мы продолжим нашу беседу, чтобы ответить на ваши вопросы. Итак, Ричард, мы наблюдаем, что происходит с ископаемыми видами топлива сейчас в мире. Какой самый легкий способ вы могли бы предложить, чтобы нам освободиться от зависимости от ископаемых видов топлива и разработать другие виды перевезок. Я думаю, что самый быстрый и самый легкий способ снизить зависимость от ископаемого топлива, это, прежде всего, подумать о более эффективном использовании энергии у нас дома, на рабочем месте, в автомобилях. Все эти способы уже могут помочь нам снизить нашу зависимость от ископаемого топлива. Это самый быстрый способ и самый сильный или очень сильный способ, потому что если сотни миллионов людей будут сознательно подходить к своим поступкам, будут сознательно сберегать энергию, это будет, конечно, не новое направление, но это уже будет значительно улучшение. Знаете, есть еще одна, не совсем связанная с этим тема, большие корабли, которые ходят по океанам, по открытым морям, они также используют большое количество энергии, большое количество топлива и перевозят все наши грузы. Можно ли каким-то образом использовать, скажем, ядерную энергию или другие виды энергии? да, уже есть атомные корабли, корабли на атомном ходу, и они очень эффективны, и они могут работать по 50 лет, скажем. По вашему мнению, есть ли какая-то большая опасность, связанная с ядерной энергетикой? почему ее так неохотно внедряют? Может быть, она более опасна, чем ископаемые виды топлива? Я не знаю ответа на этот вопрос, но возможно, дело в затратах, потому что если нужно поставить атомный двигатель на корабль, то это связано с значительно большими затратами денег. Ну и кроме того, есть соображения национальной безопасности, например, в Соединенных Штатах, есть различные взгляды на то, как мы можем распространять ядерные технологии за пределами нашей страны. Спасибо. Я правильно сказала, что вы вновь были избраны мэром города Делмэр в Калифорнии. Вы знаете, я как раз закончил выбор в декабре, и я снова гражданский служащий. Да, и так, вы дважды мэр Делмэра, и вы были членом городского совета. Да, в течение 14 лет. Ой, это достаточно много. И за эти 14 лет как вы воспринимали город Делмэр как город, как сообщество, с точки зрения его окружающей среды, его сознание и сознательность и жительность? Что вы можете сказать в принципе, в целом? В целом, я могу сказать, что сейчас мы лучше стали понимать, что нам нужно делать, и мы внедрили множество программ, касающихся рециркуляции, повышения информированности по поводу окружающей среды. Тем не менее, Делмэр это небольшой поселок, который, однако, с одной стороны, граничит с огромными городами Калифорнии, а с другой стороны у него находятся восемь больших городов Соединенных Штатов. И наша задача заключается в том, чтобы сохранить дух вот этого небольшого городка в окружении таких гигантов. Это большая задача для нас, и если кто-нибудь из жителей нашего городка слушает нас, я хотел бы им сказать, хотя мы не очень активно, не так активно, как следовало бы, занимаемся вопросами окружающей среды, мы, тем не менее, предпринимаем определенные действия, и мы сотрудничаем с близлежащими городками. И у меня есть еще один вопрос. Вы не слишком много рассказывали о ваших философских идеях, касающихся земли и земных материалов, но, тем не менее, что касается лития, как вы считаете, это умный, разумный ресурс. У него есть какое-то мнение, или можем ли мы его спросить, каким образом мы можем его применять, применять так, чтобы наладить с ним хорошее отношение, чтобы он помогал нам своим разумом, своими собственными способностями, чтобы он указывал, как его можно использовать? Я чувствую, это странный вопрос для вас. Может быть, и нет. литий, который используется в аккумуляторах, имеет память, он знает, где он находится и куда ему нужно двигаться, и по этим признакам можно судить, что ему нужно и как его нужно применять. он знает, как привлекать внимание, и нужно понимать, какие характеристики он вам демонстрирует. То есть, в этом отношении он обладает определенным разумом, и нам нужно развивать информированность и осознанность наших действий, чтобы мы могли ответить на вопрос, а как я могу лучше использовать этот ресурс? В этом смысле, конечно, металл обладает определенным разумом. ведь все вещи вокруг в определенной степени живые, и у них есть энергетическая сила, которая пытается общаться с нами или с которой мы можем общаться. И мы должны сделать все, чтобы достичь этого. Давайте поговорим чуть больше о памяти. А как Литий помнит, где он находился? Он может показать вам, продемонстрировать знаки того, что он истощен, что он уже не может выполнять свою задачу. И если вы можете считывать эти знаки путем объективных измерений и замеров, если вы можете замерить нужные характеристики, узнать заряд, вы можете понять, насколько большой потенциал остался у аккумулятора и сколько она еще продержится. Это очень-очень интересно. И для вас и для вашего проекта каким будет следующий шаг? следующий шаг для меня это тот шаг, к которому стремятся многие люди, а именно найти человека, который выпишет новый чек на продолжение работы. У нас очень маленькая компания, но у нас множество огромных идей, но нам нужен капитал. И это достаточно серьезная борьба, ведь за последние несколько лет произошел спад и в нашей экономике, и в мировой экономике, поэтому очень трудно стало найти средства. И следующий человек, который выпишет нам чек, станет моим очень хорошим другом сразу же. А кого вы ищите? Корпоративного инвестора или какие-то страны или частный инвестор? Вам нужен кто будет вашим идеальным партнером? Я думаю, что идеалом на данном этапе будет партнер, являющийся производителем электрического оборудования или аккумуляторов, или имеющий определенную технологию или производственные мощности, с которым мы могли бы поговорить и сказать, у нас есть технологии, а у вас есть идеи, почему бы нам не объединиться? И если бы такой партнер предоставил еще и инвестиции, то это было бы идеально на данном этапе. Да, мне нравится, мне нравится это. Знаете, я думаю, что вы найдете инвесторов, потому что ваша идея, эта идея, как говорит мне, моя интуиция разорвется во что-то еще большее, это и так великая идея, но я думаю, что вы еще что-то сможете к ней добавить, к ней, к этому ресурсу, может быть, вы будете использовать не только литий, но и другие ресурсы, которые позволят открыть новые потенциалы, новые виды применения, и тогда, конечно, инвесторы будут не просто стучать к вам в дверь, а просить вас, чтобы вы взяли именно их в компаньоны. Это мое интуитивное предсказание для вашего проекта. Знаете, мне нравится направление вашей интуиции. Очень-очень хорошо. Я надеюсь, что она пойдет вам на пользу. А теперь расскажите, пожалуйста, слушателям, которые хотят узнать больше о вас и о вашем проекте, как с вами реализация. Есть два способа. Вы можете написать по электронной почте мой адрес это первая буква моего имени и фамилия R-E-A-R-N-E-S-T собака green пишется с тремя буквами r.com и вы можете также зайти на веб-сайт www.green пишется также .com великолепно и что мы можем сделать для вас мы как ресурсы мы с нашими ресурсами земными ресурсами мы как мировое сообщество каким образом мы можем содействовать вам и вашему проекту я думаю что в аудитории которая нас сейчас слушает ряд людей может добиться результатов нужно направить свои намерения свои идеи на то чтобы уйти от зависимости от ископаемого топлива и перейти к новым видам передвижения и транспорта нам нужно направить на это наше коллективное намерение мне нравится это итак я прошу всех наших слушателей и всех кого я знаю направить свои намерения на улучшение разработки и развитие ресурсов я думаю мы все знаем чем опасны ископаемые виды топлива я думаю все знают что мы истощаем запасы мы продаем их покупаем и может быть нам стоит посмотреть в другом направлении обратить свои взгляды на новые ресурсы и использовать их в полной мере и таким образом чтобы они содействовали всем странам во всех возможностях и чтобы они содействовали развитию земли и я намерена также распространять эту просьбу везде где я бываю а сейчас Ричард я благодарю вас за то что вы были с нами сегодня и за то что рассказали нам о своих проектах я знаю что вы занимаетесь не только этим но я думаю что вы на своем месте и ваши проекты тоже на своем месте спасибо спасибо большое Пеппер за то что пригласили меня и позволили представить мои идеи вашей аудитории я с нетерпением жду нашей следующей встречи большое спасибо увидимся вскоре начинается вторая часть нашей передачи я хотел бы еще раз поблагодарить Ричарда Эрнеста он был прекрасным гостем он рассказал нам о своих идеях которые очень хорошо вписываются в канву нашей программы решения для маленькой планеты дело в решимости дело в открытиях дело в том что нужно интересоваться тем что изобили есть под поверхностью нашей земли и на ее поверхности Гайя неоднократно говорила мне что у нас нет дефицита в ресурсах у нас много ресурсов нужно только их увидеть и очень очень скоро мы должны понять что именно мы должны делать с ресурсами и не обязательно мы будем испытывать дефицит ресурсов хотя может быть нам понадобятся какие-то новые усилия нам понадобится объединение наших сил понадобится новая философия новая идеология нам нужна большая общность я вновь благодарю Ричарда и так мы продолжаем сейчас я хотела бы пригласить вас поучаствовать в следующей игре я задам вам следующий вопрос в рамках нашей игры вы можете отвечать по электронной почте до следующей программы и сейчас мы обратим внимание на Луну Луна это наш друг наш компаньон существует множество теорий о самой Луне многие люди верят что Луна была притянута сюда в нашу среду она была притянута к гравитационным полям Земли теория гласит также что на самой Луне есть множество ресурсов которые не сильно распространены на Земле и возможно будут разработаны способы перемещения этих ресурсов на Землю есть также теория о том что Луна представляет собой средство передвижения которое было намеренно помещено в поле Земли для того чтобы содействовать развитию Земли в третьем измерении однако у меня вопрос касается самих ресурсов там есть уникальные ресурсы которые сложно найти на Земле кроме того изменяется доступность ресурсов из-за изменения климата и многие правительства уже разрабатывают программы полетов на Луну для того чтобы вести там горные работы для того чтобы добывать ресурсы имеющиеся на Луне единственное что останавливало их до сих пор это проблема транспорта как добраться до Луны и обратно и как перевести эти ресурсы когда они уже добыты на Луне я расскажу вам подробнее об этом и я думаю Гайя тоже сможет дать нам определенные подробности сейчас же я хочу сказать вам что проблема транспортировки на Луну и обратно уже решается весьма созидательным образом может быть не наилучшим способом который можно представить но тем не менее технологии уже разрабатываются и поэтому возникают в различных странах идеи поездок на Луну не только для исследования космоса но и для транспортировки ресурсов на Землю мой вопрос в этой игре в которой я приглашаю вас участвовать звучит следующим образом с учетом той фоновой информации которую я вам дала представим что на Луне есть ресурсы которые мы хотим получить и которые нам нужны какие должны параметры применяться для того чтобы понять кому принадлежит Луна кто имеет доступ к этим ресурсам тот кто появится там первым те страны которые в сотрудничестве разрабатывают средства передвижения те страны которые заключили договоры касающиеся Луны возможно вы не знаете но многие правительства уже подписали официальные договоры о том кому принадлежит Луна кто может туда полететь и какие виды вооружений можно перевозить на Луну и содержать на Луне и если вы сделаете простой поиск в Гугле вы найдете как минимум три действующих договора однако никто не знает будут ли их соблюдать при разработке лунных ресурсов эти документы были подписаны уже некоторое время назад и это говорит нам о том что все-таки существует возможность полететь на Луну и вернуться обратно и так представим что эти ресурсы доступны нам кто получит их какие правила должны применяться к Луне кто может жить там кому на самом деле принадлежит Луна должны ли мы разрабатывать Луну таким же образом как Землю то есть основывать там города строить здания должны ли мы ограничивать эти ресурсы должна ли Луна принадлежать всем или она должна осваиваться так же как осваивались новые континенты у кого корабль первым прибыл к берегу кто первый поставил флаг тот и хозяин а сейчас переместимся с Луны на Землю на Земле полярные шапки продолжают таять и сейчас появились проходы для кораблей и подводных лодок в те воды куда раньше нельзя было проникнуть и сейчас страны обсуждают кто может претендовать на эти ресурсы там огромные залежи природного газа и других ресурсов и ведутся также обсуждения по поводу того каким образом заявить свою претензию на тот или иной ресурс то есть просто поставить флаг своей страны над тем ресурсом который больше никому не принадлежал до этого и сказать это мое и кто будет претендовать в Соединенные Штаты Россия Китай это тема которую мы обсудим в другой программе потому что она также касается ресурсов вернемся к Луне для того кто лучше всего ответит на этот вопрос я предлагаю следующий приз вы можете выбрать любой продукт который представлен на моем веб-сайте вы можете выбрать сборник записей или записаться на семинар или сделать что угодно и я надеюсь на ваши созидательные и креативные ответы и лучшие из них я обязательно оглашу в своей программе и так у вас есть время до следующей передачи она будет в последнюю среду марта я изучу все варианты и предложив для рассмотрения Гайя присылайте мне их только на электронную почту info собака pepperluis.com info собака pepperluis.com не по телефону не другими средствами связи пишите электронные письма и пожалуйста укажите свое полное имя и город в котором вы живете мне не нужны ваши полные контактные данные просто назовите имя и город и страну из которой вы пишете это будет задание на следующую игру а сейчас в рамках нашей программы дайте мне небольшую передышку и мы пригласим Гайю и посмотрим что она скажет нам сегодня в этом моменте В любом и в каждом случае вы находите благоприятный прием на Земле. Она не ваша, но она сделана для того, чтобы быть вашей, для того, чтобы казаться, будто она ваша. Человеческий вид доминирует на Земле. Люди построили города и памятники, посвященные Земле или самому человечеству, или достижениям человечества, его истории. То есть Земля, по всем признакам, сделана специально для человечества. Я скажу вам, что у Земли есть множество других видов применения, помимо того применения, для которого она сейчас используется. Но человечество продолжает развиваться и развивать свою природу, и по мере развития оно будет полнее понимать себя, и оно будет по-настоящему понимать ресурсы, которые находятся в его распоряжении. Момент сам по себе продолжает предлагать вам пути открытия Земли, того, что в ней есть, и того, чем она является. И человечество может получить доступ ко всему, что у него есть. В последней программе был задан вопрос, что делать с машинами, когда они уже не нужны. Это достаточно новый вопрос для этого человечества, потому что в прошлые эпохи некоторые ответы, касающиеся транспортных средств, уже ненужных, уже получили свои ответы. Я скажу вам, что это касается каждой эпохи и всего живого, того, что живет в эту эпоху. Каждая эпоха отвечает на свои вопросы. Это не означает, что вы своим разумом можете ответить на любой вопрос. Это означает, что у вас есть коллективная способность, как у человечества, как у одного разума и одного сердца, притянуть к себе естественные ответы или заключения, или реальные решения. И такой ответ будет служить более высоким аспектам всего, что есть на Земле и всего, что ее составляет. Каждая эпоха отвечала на собственные вопросы. Даже если эпоха приходила к ответу, что ей суждено прекратиться и всем видам суждено вымереть. Это тоже вариант ответа. Человечество — это очень любопытная раса, любопытная по своей природе, и любопытство заставляет созидать, и заставляет открывать созидательность. Созидательность, ее ресурса хватает на всех. Однако человечеству нужно внутри своего существа, внутри себя, открыть, где у него следующий этап созидательности. Ведь когда какая-то эпоха приходит к естественному завершению, это означает, что просто истощены идеи для этой эпохи. Именно поэтому кажется, что больше проблем, чем решений. На самом деле это не так, ну или не совсем так. Решения лежат просто немножко дальше, или немного позади, или где-то в глубине. Нужно просто посмотреть дальше. Вы можете смотреть в прошлое, не признавая полностью будущее. Вы, возможно, не до конца признаете свою способность жить осознанно. Если вы изучите свою историю, если вы действительно изучите ее правильно, вы увидите определенные точки сопряжения и коридоры в жизни, которые ведут теми путями, которые позволяют по-новому открыть себя. И человечество может переосмыслить все, что оно знало о себе, о своем жизненном пути и сделать шаг вперед, или шаг просто в другом направлении, как делали в другие эпохи или как делалось в определенных культурах. Это касается коренных или естественных культур, потому что в этих культурах был групповой разум, разум вида. Это разум, который связывал одного представителя культуры с другим, и это позволяло создавать решения, единые решения. Нынешние культуры на Земле более индивидуально ориентированы, чем предыдущие. Ваша уникальность очень важна для вас. Ваша способность идти собственным путем, реализовывать собственные идеи, иметь собственное пространство очень важны для этой эпохи. Да будет так. Это также можно признать. Но когда вы делаете следующий шаг или хотя бы шажок и делаете его сознательно, он будет отличать то, что вы познаете от того, что вы знали ранее. Он лежит не во вчерашнем дне, а скорее в завтрашнем. Все возможно, однако вашу реальность также нужно будет изменить, ее нужно будет изменять с каждым следующим шагом. В ответ на ваш вопрос о том, что делать с имеющимися у вас машинами, я скажу вам, что на Земле есть определенные вещества, определенные материалы, которые способны сделать практически что угодно инертным, сделать инертным. Что означает сделать инертным? Это означает, что вещество больше не будет вступать в реакцию. То есть базовые химические реакции будут неосуществимы, вещества будут неволатильными, нелетальными, и вещества начнут разрушаться. Представьте себе микроорганизм, микроорганизм, который не вреден для Земли, для ее ресурсов или для человечества, но он может потреблять мысли, идеи или материалы, которые уже не нужны, не являются необходимыми. У него есть определенный разум, связанный с ним, но этот разум можно направить. реактивный организм, микроорганизм, такой организм, не реагирующий, инертный организм, можно направить на что угодно, чтобы испарить материал или восстановить его до состояния естественного вещества, естественного для Земли, в форме какого-то материала или в форме соли. возможно, вы даже в своих священных книгах видели пример превращения в соляной столб. Таким же образом и машины, которые уже не нужны, можно превратить в небольшие залежи соли или аналогичных веществ. Как уже говорилось ранее, Земля может сама заботиться о себе. Она может восстанавливать себя. Поэтому, как вы видите, нет никакой нужды обвинять человечество за любые воображаемые или реальные последствия для Земли. Гайя не винит вас за использование ископаемых видов топлива или за создание миллионов транспортных средств, за изобретение новых машин. «Все», что находится на Земле и внутри нее, может стать чем-то еще, или самоуничтожиться, или уменьшиться. и так может происходить вновь и вновь и вновь. И вы делаете то же самое. Вы сделаны из этого вещества, ваши тела сделаны из этого вещества, и то, как вы организованы, позволяет вам изменяться, расширяться, принимать решения. это стихийные, элементарные вещества, которые связаны с Землей, которые можно скорее применять, чем контролировать, ведь у них есть свой разум, и с ними нужно сотрудничать. У каждого материала на Земле есть возможность для открытий, для решений, есть новые виды научного применения. Сейчас мы говорим о биологическом агенте, который работает на пользу природы. Сейчас для человечества это достаточно трудный термин, биологический агент, потому что он кажется вам имеющим отрицательное значение, потому что вы сразу представляете себе, что может произойти плохого с человечеством, но я скажу вам, что у Земли есть множество биологических агентов, которые могут почти немедленно оказать вам содействие, и они простираются, не признавая границ, и они позволяют вам реализовать решения тех проблем, которыми вы озабочены сегодня. Подумайте всего на секунду о той эпохе, когда Землей правили динозавры, их было очень много на каждом континенте, они были очень большими, и, естественно, условия для динозавров на Земле были оптимальными, и все ресурсы в то время были очень изобильны, и динозавры продолжали расти, расти, расти в размере, до тех пор, пока ресурсов стало уже не так много, если принять во внимание, сколько потребляли динозавры, и в конце этой эпохи не случайно, вымерли динозавров, они завершили свой жизненный цикл на Земле, они позволили сделать это, это пассивное и разумное позволение, большая часть, или даже все динозавры пожертвовали своими жизнями, для того, чтобы начался следующий цикл. Это случилось достаточно давно, как вы знаете из своей истории, но, тем не менее, пассивная, разумная система применения мыслей и идей до сих пор существует, и другие виды, преобразовываются в другие виды, для того, чтобы продолжать свою жизнь на Земле. Это еще один пример того, как Земля всегда может заботиться о себе, питать себя, восстанавливать себя, омолаживать себя и находить решения для любого вопроса. Итак, дорогие мои, вот вам ответ на вопрос о том, каким будет самый легкий и самый эффективный способ. возможно, такой ответ не был представлен, может быть, потому, что у вас еще нет такого биологического или микробиологического агента для разложения ваших машин. А, возможно, вы просто еще не готовы расстаться со своими машинами. Вы еще не готовы сказать, мне больше не нужна моя личная машина, я буду делить транспортное средство с соседями, со своим сообществом. Еще раз говорю, сейчас очень индивидуалистичное время на Земле. И вновь говорю вам, когда вы устанете от этого, тогда появится множество решений по поводу того, как утилизировать, как отказаться от этих машин или перевести их в состояние других веществ. И, как всегда, я приму ваши решения, я приму эти машины, и я отдам их вам обратно в виде других веществ. На Земле эти ресурсы сохранятся, и они будут доступны для другой эпохи. Что же касается ископаемых видов топлива, которые вы извлекаете из Земли, а что, если это ваши предки, очень древние предки, древние земли, останки хранятся так долго в Земле, что они преобразовались в ресурсы, от которых вы зависите. Ведь многие древние культуры не использовали такие ресурсы, и когда они отошли в другой мир, они сами стали ресурсами. и вы, то, что вы сейчас делаете, производите, станет когда-нибудь ресурсом для новых поколений. А сейчас, дорогие мои, вы можете задавать свои вопросы по мере того, как я развиваю для вас эту тему. Земля сама по себе изменяется, она развивается как поток, и я говорю вам, Земля меняется, потому что пришло время изменений, пришло время для сдвига Земли, для того, чтобы она перемещалась, она должна проложить дорогу для высвобождения новых видов энергии, которые хранятся в самом центре Земли, и энергия уже пробивает себе путь из Земли, ведь даже в самом центре вашего существа есть ядро энергии, которое предлагает идеи и решения, и оно время от времени дает о себе знать. То же самое делает Земля. Земля переходит в новое состояние. для того, чтобы сделать это, Земля движется вместе с движением энергии. Все движется, все изменяется со временем. Энергия препровождается Землей, и это вызывает изменения и передвижения. Материки движутся, движутся океаны, и это может привести к несчастливым последствиям для человечества. Ведь будут сильно затронуты города, в которых вы обитаете, в которых находится ваш дом. Но, к сожалению, Земля не может предотвратить землетрясения или другие виды таких движений. Земля не может остановить себя, не может остановить свои подвижки, ведь и вы не можете остановить себя от роста и изменения. Эволюция идет таким образом, что вы используете ту же самую энергию, которая вызывает землетрясение. Это отнюдь не другая энергия. Это та энергия, которая дает путь эволюции. И земля, физическая земля, всегда, всегда была хаотичным местом. Земля всегда была живой и богатой, процветающей, обильной, в том числе и потому, что она продолжает переделывать себя, потому что это не место, где царит застой. Это живое место, живое, богатое и постоянно обогащающееся. Именно поэтому она так привлекательна для вас. Это одна из причин, которая привела вас, притянула вас на землю. Земля ваша, вы можете жить на ней, открывать ее. Вы можете ощутить на ней свое единство с ресурсами и с природой. Вы одно из царств природы в физическом смысле. И когда вы связываете себя с землей какими-то обязательствами или физическими связями, вы просто являетесь одним из ресурсов земли. И когда земля двигается, старайтесь двигаться вместе с землей. Видите, это достаточно обтекаемое слово движение. В отличие от слова перемена, перемена это очень трудный термин. Когда я говорю эволюция, то это более мягкий термин. Но если бы я говорила «поспешите, измените свой образ жизни», это свидетельствовало бы о переменах, с которыми вы не можете совладать, которые происходят с вами, а не которые вы вызываете сами. Однако вместо этого я говорю вам, подумайте, как вы можете воздействовать на это. Ведь может быть эти изменения проходят из-за вас, может быть эволюция проходит через вас, и тогда появится решение. Земля реструктурирует себя через ваши мысли, через ваши действия. Это наиболее мягкий способ восприятия. Вы можете думать, что вы отделены от Земли, независимы от Земли. Но если вы действительно позволите вашему разуму отдохнуть и воссоединиться с сердцем, а затем перенестись к центру Земли, вы поймете, откуда идут эти слова, и вы увидите, что все это правда. вы увидите определенность, которая заключается в том, что мы являемся единым целым. Те мысли, которые вы генерируете, та энергия, которую генерирует Земля, объединяются, они становятся единым целым, единой чистотой. и тогда вы уже не будете чувствовать свою отделенность от перемен, потому что вы перейдете к осознанности и сознательности. Таким образом вы сделаете следующий шаг, следующий шажок, следующий шаг исходит из сознательности. Он проходит через желание, через вашу способность слиться с Землей, и со всем тем, что в ней есть. Вы становитесь единым целым с Землей, и она становится частью вас. И вашим следующим шагом становится шаг, предполагающий выбор. Не неизбежность, не навязанные варианты, а выбор. Итак, дорогие мои, момент, который сейчас открывается вам, это перспективный момент, это перспективное время для того, чтобы посмотреть вокруг и внутрь вашей среды, вашей личной среды, рабочей среды, семейной среды, или любой другой группы, и вы сможете переформулировать, переструктурировать эти ячейки, воссоздать их. Когда это возможно, делайте это по выбору. Выбор, когда он открывается вам, оцените этот выбор, не пытаясь рефлекторно сопротивляться ему, оцените его, потому что он открывается именно вам. Следующий шаг, это осмысливание своего выбора. Да, в природе это часто происходит автоматически. Это часть вашей природы, того, кем и чем вы являетесь. Но у вас есть и осознанность, которая позволяет вам направлять ваши действия. Был поставлен вопрос, и он найдет свой ответ. Я говорю о пробуждении на Невом Востоке, и о землетрясении в Новой Зеландии. Есть ли между ними связь? Я скажу вам, нет. Они не связаны напрямую. Тем не менее, Земля чувствует большую свободу для движения, чем больше на ней осознанности. Чем больше энергии идет из Земли, тем больше она может изменяться и сдвигаться. Конечно, есть соотношение между сознанием, эволюцией и выбором. будь то на Ближнем Востоке, где эта энергия проходит через сердца, или в других местах, где энергия становится более текучей. А большая текучесть означает большую подвижность. Поэтому некоторые перемены на Земле ослабляются. если вы посмотрите на землетрясения в Новой Зеландии, да, разрушительное воздействие на города, на сообщества и общины, но вновь говорю вам, как и во многом другом, все могло быть намного хуже, если бы не эта текучесть. То же касается вашей собственной жизни. Сделайте ваши мысли текучими. пусть они текут естественным образом. Не надо ставить плотины на их пути, и вы увидите, что в вас легче удается следующий проект, следующая идея или следующее решение. Еще один вопрос, на который я дам ответ, касается той части Земли, которая сейчас известна как Скандинавия, был задан вопрос о том, что происходит с энергией сейчас, и продолжится ли это в данном регионе. Я отвечу, это будет происходить в течение определенного периода, и там будут всплески энергии, лопающиеся пузыри энергии. Вы знаете, эта географическая область играла очень большую роль в предыдущем пробуждении человечества, в предыдущую эпоху, это был предыдущий пороговый уровень. Однако, на нынешнем уровне уже этот регион не будет играть такую большую роль. в эту эпоху Южная Америка будет играть большую роль, одна, две или три страны будут в наиболее предпочтительных условиях. Но эти новые энергии, новые силы, прежде всего, попадут в те страны, которые не заинтересованы в войне. И к тем странам, которые успешно управляются со своими ресурсами. И скандинавские страны также будут играть заметную роль, хотя и не самое главное. И может быть на пороге новой эпохи они не будут играть самую большую роль, но тем не менее их роль будет замечена. Итак, дорогие мои, очень хорошо, это вы сделали эту программу, это вы участвовали в ней, и только по вашему приглашению я присутствую в этот момент как товарищ, как член семьи, как проводник, как друг. Всегда знайте, что я прежде всего живу в вашем сердце, я всегда на вашей стороне, рука природы всегда дружески и товарищески протягивается к вам. До следующего момента я желаю вам хорошего дня. итак, я снова с вами. Мне нужна секунда, чтобы немного прийти в себя. я думаю, что это самая тяжелая часть программы переключиться с ченнелинга на обычный режим. Ченнелинг — это прекрасно, это чудесный опыт. Однако я сейчас возвращаюсь в свое физическое тело, и, возможно, я как-нибудь опишу вам более подробно, как происходит этот переход, и, возможно, мы даже научимся этому. перед тем, как мы завершим, я хочу подробнее рассказать вам о том, что мы будем делать в будущих программах. Я хотела бы попросить тех, кто пропустил сегодняшнюю программу или пропустил ее часть, послушать архив, который будет выложен на сайте. Я знаю, что многие люди неоднократно слушают сообщения Гайи, у нее очень своеобразный способ использования языка, и она оставляет частицы энергии, частицы мудрости даже между словами. И я хотела бы предложить вам также прислушаться к этому. Я не вполне помню, о чем шла речь в этом ченнелинге. Я знаю, что она говорила о микробиологических агентах, и вот есть вопрос в чате, оказывают ли эти агенты вредное влияние на наши физические тела. Я думаю, что нет, Но тем не менее происходят изменения и на поверхности Земли, происходят изменения в наших мыслях и в наших идеях о том, что мы должны исследовать, и Земля предлагает нам новые варианты, и тут можно сказать, что частично ответ положительный. Уже существуют различные исследования, касающиеся разных агентов, и они, может быть, не всегда хорошо влияют на нас. кроме вопроса о Луне, который я задавала раньше, я хотела бы провести опрос, еще одну своеобразную игру, касающуюся того, каким образом мы на данном этапе видим Землю, как мы видим состояние нашей окружающей среды, наших ресурсов, наш общий настрой. Если хотите, пожалуйста, помогите создать опрос, сформулировать вопросы, которые будут в такой своеобразной анкете. Если у вас есть интересные или конкретные вопросы, касающиеся Земли, или вы хотите узнать, то, каким образом в целом все происходит в конце этой эпохи и в начале новой, прошу вас делитесь этими вопросами со мной, и я буду рада включить их в анкету. Если вы хотите увидеть здесь какого-то специального гостя, также, пожалуйста, напишите мне, если у вас есть вопросы для Гайи на будущие программы, я также рада буду их принять. Сейчас я хотел бы пригласить вас на свой веб-сайт papernewis.com и там вы можете найти ссылки на подкасты, которые я выкладываю с помощью своих друзей, вы можете подписаться на эти подкасты, вы можете оставлять комментарии, вы можете оценивать их, и вы также найдете там другие ссылки на YouTube, где вы увидите сеансы ченнелинга Гайи. Я прошу вас также зайти в раздел календарь, где вы увидите какие мероприятия у меня запланированы, какие семинары. На следующей неделе у меня будут мероприятия в Швейцарии, потом в Германии, потом в Ванкувере, Канада. Вы можете прийти лично, увидеть меня и послушать меня. И я расскажу вам о дальнейших событиях в следующей программе. Благодарю вас за то, что вы присоединились ко мне, за то, что вы являетесь частью моей жизни, вы всегда в моем сердце, вы даете значение и цель моей каждодневной жизни, будь то в сеансах ченнелинга или в личной